Всем привет! Первая половина июня позади, а это значит, что стартовал наш второй челлендж этого месяца. Как всегда, вас ждет две линейки призов. Первая доступна абсолютно всем игрокам, а вот для получения призов из второй необходимо иметь боевой пропуск. Главной наградой всего челленджа будет скин-контейнер. Также среди призов сразу три новых краски. Две обычные и одна анимированная. А также устройство для пушек и корпусов. Короче, есть ради чего постараться. Поговаривают, что некоторые танкисты добираются до главного приза за пару дней. Но большинству из вас придется изрядно попотеть все две недели, чтобы получить заветные призы. Кристаллов стало больше. И это не ошибка. И не праздничные бонусы. Наверняка самые внимательные из вас заметили, что последнее время опыта и призовых кристаллов стало больше. И это не ошибка и не праздничные бонусы. Мы провели эксперимент и увидели, что с повышенными коэффициентами значительно увеличилось количество времени, проводимое игроками в онлайне. Сократилось время ожидания в очереди перед матчем. Все то, чего вы и хотели. Так что мы решили провести еще один эксперимент и увеличить фонды бит вдвое, а получаемый опыт вдвое до конца этого лета. При этом, если во время каких-то событий, например, ивентов, будут действовать повышенные коэффициенты, то наше умножение будет дополнительно увеличивать фонды и опыт. А это значит, что самое время подкачаться. Стартовал июньский дисконт-уикенд. Сегодня с 25% скидок на содержимое магазина. Завтра такая же скидка ждет вас на содержимое гаража. А в воскресенье 25% на улучшение и 50% на ускорение. Также вас ждет специальное предложение из пяти контейнеров. 300 единиц каждого припаса, кроме батареек и золотых ящиков, и 100 тысяч кристаллов всего за четверть от обычной стоимости. Помимо этого в игру вернутся коинбоксы, а также будут увеличенные фонды битв и опыт в дополнение к тому повышению, что мы озвучивали ранее. И не забывайте про особые миссии, которые будут действовать в этот уикенд. В прошлом видеоблоге мы показали вам одну из наших разработок и предложили вам угадать, как она будет называться. Вариантов было много, но к нашему удивлению первый же оказался точен. Да, эта пушка будет называться не Зевс, а Тесла. Наносить урон она будет электричеством, а выйдет после корпуса Орес. С этой недели в нашем чате начал действовать новый ограничительный инструмент. Теперь написать в чат можно будет только сыграв до конца не менее трех битв. К сожалению, участились случаи спама с помощью мультиаккаунтов. То есть один игрок заходил со множества аккаунтов и писал с каждого одно и то же сообщение. В итоге это приводило к невозможности использования чата игроками. Нашим модераторам приходилось отвлекаться на такие диверсии и блокировать подобных игроков, что занимало массу времени и отвлекало их от действительно важных дел. Теперь и во время важных ивентов, и в самые обычные дни ничто не будет мешать вам общаться с другими игроками. Посмотрим, смог ли наш день рождения как-то повлиять на происходящее в танковском ютюбе. Килджет поймал тортик, который поймать могли не только лишь все, лишь немногим удалось это сделать. Ребята, это тортик. Надеюсь, он здесь. Надеюсь, он здесь будет. Это реально тортик. Забрал! Забрал! Вот, ребят, я не пожалел, не пожалел, что включил звуки. Три торта видел, два торта забрал. У президента сомнение, что мы не прислушиваемся к мнению игроков. О-о-о! Успел! Фух! Наконец-то овердрайвом взял золотой ящик. И по... Да не могу я это запомнить! Помимо вы... Килджет поймал тортик, который поймать могли не только лишь все. Че? Слушайте, у нас очень политическая становится передача. Новостей киберспорта на этой неделе не завезли, так что на этом на сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. Пка! В прошлый раз вы должны были угадать, сколько окон на карте трек. И правильный ответ — С. Поздравляем победителей! А вот и новый вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok